МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из главных тем для обсуждения перед стартом Белых ночей 2010 стал рекордно небольшой состав участников этого популярного ралли, которое в прошлом году, проходя в кубковом формате, собрало вдвое больше участников. На этот раз на старт вышло только около четырех десятков экипажей. На шейкдауне лучшие времена показали действующий чемпион России Патрик Флодин, а также Дмитрий Тагиров, который получил возможность проехать в Карелии на аналогичной «Субару» команды «Успенский ралли техника», так как сам Сергей Успенский решил пропустить этот этап. Лучшее время среди переднепривотников показал единственный представитель класса R3 Сергей Бакулин. Первая секция «Белых ночей 2010» промчалась для канала чемпионата практически молниеносно. Почти не было сходов. Единственное досадное исключение – экипаж Бакулина. С этого момента в переднеприводном зачете осталось только два класса. Кроме того, корейский этап решила пропустить команда «Ахтоваза», видимо, посчитав, что набранных очков в категориях R1 и R2 вполне хватит для победы в чемпионате. С первого допа лучшие времена стал показывать Евгений Новиков. У его основных соперников Живунова и Флодина не обошлось без технических проблем. Остальные участники темпу троицы лидеров заметно уступали. Следующим утром лидирующая группа в зачете открытого чемпионата заявила о себе сразу же. Новиков вырвался вперед, выиграв два допа из трех. Еще один спецучасток взял Флодин. В принципе, ничего особенного. За исключением, наверное, на первой секции, третий доп, мы неожиданно достаточно на трамплине ударились днищем. Так что подпрыгнули, а вот загнули немножко выход. На сервисе мы все это поправили, сделали там дырку, все в порядке. И вторую секцию, в принципе, тоже ехали без проблем. За исключением, опять же, третьего допа, уже шестого. Там на этом же трамплине слишком сильно сбросился. И потеряли какое-то время. Андрей Жигунов на всех допах показал второе время и в итоге оказался вторым. Вы знаете, на самом деле, сложилось достаточно, наверное, непросто, да? Потому что и Женя, и Патрик, то есть, они едут очень быстро и расслабляться некогда. У нас случилась там небольшая проблема с амортизатором. Ну, это штатно бывает, это спор, да? Возможно, результат Флодина мог бы быть и чуть лучше, но в одном из сложных поворотов он ошибся, потеряв на касании несколько секунд. Да, это было очень здорово. Мы удачно пилотировали. Но, к сожалению, мы только на третьей позиции. Я пока ничего не могу с этим сделать. Мы выкладываемся по полу. Надеюсь, у меня еще будет шанс что-то изменить завтра. Мы потеряли, к тому же, немного времени, когда зацепились за нас передним колесом. Чуть бы и не перевернулись. Отдадим шведу должное. Немногие спортсменов в такой ситуации смогли бы удержать автомобиль. Так уж сложилось в чемпионате России в этом году, что первая тройка в каждый раз настолько отрывается от всех остальных участников, что им ничего не остается, кроме как мериться силами друг с другом и бороться за четвертое место в абсолюте. На этот раз картина не изменилась. Группу преследования, как это уже тоже становится традиционным, возглавил Дмитрий Тагиров на новом для себя автомобиле. Нам предоставили автомобиль. Большое спасибо, конечно, Сергею Успенскому. И получилась проба пера. Нужно было за короткий промежуток времени освоиться, привыкнуть к этому автомобилю. Автомобильчик очень здорово сделан. Хорошо управляется, здорово едет. Потенциал у этого автомобильчика высокий, но я еще пока немножко, может быть, не использую его. Трухин осторожничал, уступая Тагирову 10 секунд, а Браславский, продолжая испытывать на прочность собственные нервы и новую технику чтения легенды, аккуратно вкатывается в трассу. Ну, это были первые километры боевые после моей неудачи в Браславе на славянском кубке. Поэтому, конечно, первую секцию я ехал очень осторожно. У меня появилось небольшое недоверие к стенограмме, которую, кстати, я позавчера записал с таким запасом. Поэтому первую секцию совсем сильно слил. На второй секции Флодину не удалось победить ни разу, хотя Патрик вплотную приблизился к лидерам. Между первым и третьим экипажем разница сократилась до 1,2 секунды, создавая впечатление, что гонка будет складываться по привычному для всех сценарию. Флодин вот-вот вырвется вперед. Группа преследователей уплотняется. Тагиров уже в 4 секундах от лидера. Далее Трухин в 2 секундах Макаров, и секунду проигрывает ему Браславский. Про Р1 можно сказать только то, что весь день Аркадий Богомолов уверенно уезжал от Дмитрия Горчакова. Первая секция прошла поездка за кефиром, что называется. Ну, так бывает иногда. Потом удалось, так скажем, поехать побыстрее, собраться. Но все равно Богомолову, Аркашеву я догнать все день не могу. Поэтому я хочу, чтобы эта гонка все равно пошла в плюс. И буду, так скажем, поеду, короче, получше. Зато в Р2 кипят такие страсти, что хватило бы, пожалуй, на все три класса. Сергей Герасченко не смог увернуться от камня на трассе, пробил колесо и тянул на пустом несколько километров. Доп из третьего по шестой он выиграл. Но до Евгения Рогова ему все равно оставалась еще секунда. Гонка, на самом деле, она в календаре чемпионата России в игре очень давно, имеет богатую историю, поэтому неожиданностей на этой гонке их не очень много, потому что все ее, те, кто давно, а я давно уже сюда приезжаю, мы ее хорошо знаем. Поэтому никаких особых каких-то сюрпризов она не преподносит. За одним только исключением. Раньше зрители в Карелии как-то не вели себя как басмачи, я не знаю, и не выкладывали камни на дорогу. Сегодня я с этим столкнулся. Мне выложили такую огромную сороконожку на спецучастке, на первом, в медленной части первого спецучастка, и мы пробили колесо. Это было самым большим нашим сегодня, самой большой неприятностью. И мы очень много проиграли, порядка там 18 секунд. Второй день гонки выдался солнечным, но не жарким. Дороги сухие, но по признанию участников, Карелия в этом году стала намного более скользкой. Изменилось покрытие. Не слишком уверенно себя чувствовали даже лидеры, которые при этом умудрялись показывать потрясающую борьбу. Расклад в которой пока оставался неизменным. Новиков первый, Жигунов второй, а Флодин только на третьем месте. Патрик пытался нарастить темп, но явно не мог найти общего языка с карельской трассой. Еще одну ложку дегтя на восьмом спецучастке команде УРТ добавляет Дмитрий Тагиров. В одном из 90-градусных поворотов он усаживает импрезу на брюхо. В изволении из плена обошлось потерей драгоценных секунд. В результате экипаж Тагирова финиширует на восьмом спецучастке только на десятом месте в своем классе. Сегодня мы начали день немножко не с тех настроек, и первая секция нам вообще никак не удавалась. Я ехал, можно сказать, что на пределе вообще возможных каких-то сил, и не получалось вообще ничего. И повороты не поворачивались, и стенограмма уже, соответственно, немножко не шла. Ну, реально было очень трудно. Я потом разобрался, в чем делать, и мы немножко изменили настройки задней оси, и все встало на свои места. А вакантное место, первый после лидеров, занимает Андрей Трухин, разом отнимая у Тагирова 36 секунд. А Геннадию Браславскому до времени Тагирова не хватает всего-то две с небольшим секунды, которые он, видимо, очень старался отыграть и слишком широко зашел в один из поворотов. Эта трасса, она, во-первых, намного быстрее, чем она мне представлялась, потому что те узкие закрученные дорожки, которые для меня оказались просто какими-то вот почти остановками, вот, сегодня, в сегодняшний день, порой ехались на пятой передаче уже с загорельшим цеплинком. На заключительную секцию лидеры Новиков и Жигунов ушли с разницей в 12,6 секунды. Флодин же на этот раз, пожалуй, впервые за свои выступления в России не мог за ними угнаться. При таком накале борьбы минимальная ошибка может стоить слишком дорого, техника работает на пределе. Так что второй эшелон не потерял надежд на подиум. В Р-3 Сергей Бакулин вернулся на трассу по супер-ралли, но это скорее возможность лишний раз потренироваться, нежели реальная гонка. Его отставание из-за поломки в первый день уже не оставляло надежд даже на то, чтобы ускользнуть с последнего места в Абсолюте. Тем временем, десятый спецучасток вновь за Новиковым. Жигунов старается не уступить изо всех сил и на луме Ваара отстает только на 0,4 секунды. Средняя скорость на допе 147,13 км в час у Евгения и 144,01 у Андрея. А Патрик, похоже, смирился с третьим местом. Только 144 км в час и 10 секунд отставания. На следующем спецучастке Жигунов атакует и показывает лучший результат. Андрей отыгрывает две секунды, но этого все равно слишком мало для победы. Новиков, Жигунов, Флодин. А четвертое место – цель двух уральских экипажей. Никто не собирается уступать, но в этот раз Трухин оказывается быстрее на полторы секунды. Брославский – шестой, Макаров – пятый. На 12-м спецучастке сюрприз преподносит экипаж Тагирова, показывая третий результат на секунду быстрее Флодина. А Трухин ошибается и заветное четвертое место уходит к Дмитрию Тагирову. До пятой строчки поднимается аккуратный на этот раз Геннадий Брославский. Цена ошибки – минус два места в итоговой классификации. Патрик Флодин, действующий чемпион России, на этот раз ничего не смог противопоставить напору Новикова и Жигунова. Стать третьим не так уж сложно, но хотел побороться за победу. Но невозможно было догнать Новикова и Жигунова. Они слишком быстры для меня на этот раз. Это первое ралли в России, которое я не выиграл. Не очень круто, но я делал все, что мог. Попробую взять реванш на следующем ралли. Нельзя сказать, что швед ехал не в полную силу или допускал серьезные ошибки. Просто это был не его день. Это был день Новикова и Жигунова, сумевших опередить его в честной и бескомпромиссной борьбе. Гонка, я считаю, сложилась для нас удачно, без всяких происшествий. Маленькие какие-то были проблемы, но они абсолютно поправимые, текучие, нормальные. С Жигуновым было очень тяжело, конечно, бороться, потому что опыт у него колоссальный на этих трассах. Но, тем не менее, мы смогли выиграть. Ехал я сегодня первую секцию на максимуме. Ехал как мог, максимально быстро. Вторую секцию я уже первый доп максимально, проехал опять же быстро, а крайние два уже сбавил темп. И еще об одном достижении этой гонки. Впервые попробовав новый для себя автомобиль, Дмитрий Тагиров показал, что может быть быстрее раз за разом. И пусть бороться с лидерами ему пока сложно, но далеко уезжать ото всех остальных уже получается. Итак, в зачете R1 первым финишировал Аркадий Богомолов. В R2 Сергей Герасченко, в R3 Сергей Бакулин. В абсолютном зачете третье место завоевал Патрик Флодин, второе Андрей Жигунов и первое Евгений Новиков. В зачете Кубка РАФ отличился Роман Беляев. В том самом повороте, где допустил ошибку Флодин, пилот команды «Ралли Троицк» не удержал автомобиль. Четыре оборота через крышу и, к счастью, ни зрители, ни спортсмены не пострадали. Эти белые ночи, думается, надолго запомнятся всем участникам, которым приходилось до последнего метра дистанции сражаться за каждую десятую долю секунды. И все-таки, наконец-то, наша взяла. Напомним, впервые российским пилотам Новикову и Жигунову удалось опередить шведского пилота, действующего чемпиона России, Патрика Флодина. Да и самому Патрику будет что вспомнить, ведь уступить верхние ступени подиума ему пришлось в честной схватке, а не из-за каких-то технических проблем. Очевидно, что на следующем этапе, который состоится в Гуково, Флодин сделает все возможное, чтобы взять реванш. А отчет об этом смотрите, как всегда, в программе «Между финишем и стартом» на телеканале «Автоплюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова